Я никогда не был в театрах. До 16 лет я не знал, кто такой Табаков. Ее зажгли, конечно. Хулиган. Чернышев Павел Олегович, мне 23 года. Я ходил в детскую театральную студию со второго класса. И занимался для себя. Учил стихотворения, какие-то прозы. Я ездил на конкурсы. У меня это получалось, получалось, получалось. И потом моя тетя с бабушкой решили отдать меня в Московскую театральную школу. Набирал Олег Павлович Табаков. И они решили, что я должен учиться у него. А я даже не знал, кто это. Но они сказали, ты будешь учиться у него. Это очень крутой артист. Я такой, ну хорошо, давайте попробуем. Ну и как-то все закрутилось, завертелось. И получилось поступить и стать актером. Сначала проходил отбор в Челябинске, где я, собственно, родился и вырос. Ну, я не в самом Челябинске родился. Я родился в городе Троицке, Челябинской области. Я никогда не был в театрах. Я не знаю, ну как бы, я... У меня нет в городе театра. Я ездил там с классом, может быть, в Челябинск на какие-то детские спектакли. Это мне было неинтересно. Тетя вот сказала, что есть отбор Московской театральной школы Олега Табакова. Я такой, круто, кто это, зачем это мне? Ну, давай попробуем, потому что Олег Павлович – это гуру. Я такой, ну, давай попробуем. И был отбор в Челябинске. Я приехал туда. Там был Виталий Михайлович Егоров, артист театра нашего. И он также является педагогом в школу Табакова. Ну, я рассказал стихотворение, рассказал прозу, басню. Он сказал, ну, приходи вечером. Будет еще добор. Я такой, ну, ладно. Пришел вечер, у нас там вначале было около 80 человек, а вот в итоге осталось 12 или 11. Ну, и еще мы там посидели в подкове, что-то поразговаривали, рассказали про себя. И в итоге потом через какое-то время мне позвонили, сказали, что вас ждут в Москве, в школе Табакова. Я такой, так, хорошо, что там? А они такие, ну, вот еще будет три тура. Ну, и в итоге я приехал в Москву. Первый тур там все мастера были, все педагоги. Мы на них еще читали. Прошел дальше. Второй тур, еще больше людей. Я прошел дальше. И как-то так что-то мне понравилось. Москва, в центре Москвы живем, учимся. И как-то так мне захотелось поступить. Ну, и в итоге потом пришел Олег Павлович на третий тур. И почитал на него, станцевал для него. Я помню. Ча-ча-ча. Все, и как-то так поступило. И как-то, не знаю. У меня не было мечты стать актером. Ну, как-то вот само, как-то все. С течением обстоятельств. Работаю в театре Олега Табакова. Ну, я закончил школу Табакова в 2018-м. И сразу же Владимир Львович Машков взял меня в труппу. Ролей очень много. Ну, я в месяц, в месяц у меня рекорд. 25 спектаклей в месяц. А из таких больших главных ролей, вот сейчас вот идет Старший сын Вампилова. Матрёская тишина. Ревизор также с Владимиром Ивановичем Машковым. Я имел опыт игры в кино. Я снимался летом, вот, в полном метре. Фильм называется «Тысяча дешевых зажигалок». Это про школьный буллинг. Вот, про стрельбу в школах. Также я снимался у Карена Аганисяна. Фильм называется «Прямой эфир». Там тоже главная роль. Играю блогера тоже. Ну, и так сериалы, вот, недавно с Безруковым снимался. То есть, потихоньку, потихоньку. Мамаша, успокойтесь. Он не хулиган. Он не пристанет к Вам на полустанке. В войну, Малахов, помните, курган? С гранатами такие шли под танки. Такие строили дороги и мосты, каналы рыли, шахты и траншеи. Всегда в грязи, но души их чисты. Навеки жилы поднялись на шеи. Что за манера, сразу за наган. Что за привычка, сразу на колени. Ушел из жизни Маяковский хулиган. Ушел из жизни хулиган Есенин. Мы живы, а они ушли туда. Взяв на себя все боли наши, раны. Горит на небе новая звезда. Ее зажгли, конечно, хулиганы. Редактор субтитров А.Семкин